наш эфир продолжает программа эфима фиштейна похищение европы здравствуйте эфим добрый день у нас в европе вечер а у вас разгар дня да ну и традиционно начнем очевидно с европейских событий да я особенно наших слушателей и зрителей не баловал европейскими событиями в последнее время потому что все начиналось и кончалось то заморозками только видом ничего другого не происходило сейчас наоборот куча каких-то новостей они разумеется не все одинаково интересны но в любом случае для того чтобы наши слушатели могли составить себе представление о то о том чем живет европа они достаточно хорошие выразительны и так начну с франции одно событие которое наверняка вы уже знаете наслышаны о нем это то что николя саркози бывший французский президент получил срок причем не условный срок за какие-то коррупционные действия там он обвинялся по ряду статей в частности прием взятки какой-то на компанию избирательную которую он взял у различных предпринимателей в том числе из крупней от крупнейшей косметической фирмы которую госпожа бетангур хозяин той фирмы ему дала эту взятку в наличности в чемоданчике как это иногда делается но я думаю что весь этот казус интересен прежде всего тем что это редчайший случай когда европейский политик по моему два известных таких случая когда европейский политик высшего уровня получает срок причем не условно он получил три года тюрьмы из них два года условно и один год он должен по идее отсидеть я признаюсь что не слишком верю в то что он отсидит весь этот срок наверняка удастся каким-то образом путем апелляции ссылок на здоровье и прочее выпутаться из этого дела любопытно здесь то что как всегда досужие умы и бесстыжие журналистские мозги заинтересованы главным образом какой-то клубнички вокруг этого дела многие писали и говорили во франции да и не только там что его наверняка по такому случаю бросить его законная жена карла бруни это итальянская пивичка модель и прочие достоинства у нее есть прежде всего красивая женщина но главное не это главное то что она его парадоксальным образом не бросила обещала ждать его до возвращения из за стенок так вот это яркий случай который годится на странице а может быть и на обложку какого-нибудь такого журнала занимающийся занимающим занимающегося этими делами другая новость из франции более любопытная она кстати касается соединенных это тоже французское законодательное собрание нечто вроде парламента и сената а приняло или сейчас рассматривает а может быть в эти часы уже и приняло закон о неприемлемости лексических нововведений для сохранения французского языка имеется в виду и весь этот акт законодательный направлен против американских влияний влияний связанных с политкорректностью с гендерной линии в словаре американском с попыткой навязать как вы знаете это уже навязаны американскому конгрессу и навязаны и голливуду с попыткой навязать отказ от мужского и женского рода в лексике американской попытки навязать им некие некие прогрессивные но к сожалению в кавычках и даже в грубых толстых жирных кавычках прогрессивное наименование вроде родитель номер один и так далее так вот французский законодательный орган сейчас работает или уже сегодня принял закон запрещающий во французском языке использование всех этих новшеств новомодных словосочетаний и прочего бреда густой массой ползущего и текущего из соединенных штатов это показательно потому что это первая ласточка уверен что многие другие государства европы в целях сохранить свой язык и охранить его от этого идиотизма который возведен в степень прогрессивности в соединенных штатах предпримут такие же или аналогичные шаги это первая ласточка повторяю в остальном многие события с Россией дело в том что Россия предлагает европейцам как и многим другим странам мира вакцину от ковида от ковида 19 от этой китайской болезни китайского вируса это вакцина под названием спутник в причем в данном случае не может обозначать ничего другого кроме виктории это не пятерка римская это виктория это вакцина предложена всем по принципу бери не хочу и некоторое государство европы ее действительно взяли или закупили здесь вопрос потому что никто из них пока не заплатил но какие-то поставки уже начались к этим государством относится сербия прежде всего но она не член евросоюза она вольно определяющий государство которое каким-то санкциям или нормам евросоюза никак не подлежит но из числа евросоюзовских государств закупили или получат какие-то поставки спутника спутника В Венгрия а также Словакия вообще надо сказать что этот спутник В не используется по той простой причине что он не зарегистрирован не лицензирован не разрешен к использованию в европейском союзе а когда спрашивают европейских чиновников почему же он не разрешен то они разводят руками и говорят но ведь Россия и не попросила этого она нет такого такой заявки на регистрацию никогда не подавала может быть именно потому что боится какого-то расследования каких-то испытаний дополнительных а может быть просто для того чтобы вонзить всадить клин между европейскими государствами не случайно министр иностранных дел Словакии который сейчас находится в споре со своим премьером ведь премьер Словакии этот человек который заказал эту вакцину и даже встречал ее в аэропорту чего он с другими вакцинами не делал оказался в споре со своими со своими же коллегами по коалиционному правительству и министр иностранных дел Словакии заявил что это вакцина это не лекарственное средство а это оружие гибридной войны которую ведет Россия сегодня это действительно забавный вопрос потому что многие политики многих стран разругались по этому случаю не только в Словакии но и здесь в Чехии например где президент страны известный Путинолюб Иерусофил настаивает на закупке этой вакцины независимо от того примет ее Евросоюз или нет а кстати по европейским законам Евросоюз обязан дать свое добро на использование такой вакцины иначе может произойти то что люди начнут умирать по тем или другим причинам сейчас мне не хочется проводить квази или псевдо научное объяснение толкования проблемы нет дело не в этом если кто-то умрет и кто-то потребует возмещений и кто-то потребует решить это дело в суде то окажется что Евросоюз не виноват в этом потому что он эту вакцину не разрешал на территории тем не менее повторяю разругались многие правительства в том числе и чешская где и премьер и президент хотят эту вакцину купить остальные же партии в частности оппозиционные правые партии напрочь отказываются это делать ссылаясь в том числе и на то что Путин то сам не колется если вакцина настолько безукоризненно хороша и не может причинить вреда то почему же он не колется он что-то рассказывает о дочках которые якобы вакцинировались но он сам то этого не делает да и вообще среди российских врачей по последним данным лишь 30% врачей готовы вакцинироваться собственной вакциной спутник В остальные считают что это средство не проверено достаточно вот такая ситуация отношения к российской вакцине поссорила очень многих представителей европейских правительств любопытная ситуация мы сейчас говорим о вакцине и о болезни об эпидемии которая американцам очень хорошо известно известно сколько политики накручена вокруг этой псевдо проблемы мы слышали нынешнего президента байдена который говорил что он эту вакцину изобрел и он эту вакцину применяет сейчас уже какое-то количество американцев естественно речь идет о десятках миллионов человек благодаря ему они вакцинированы и в то же время он забывает что он то вакцинировался задолго до 20 января когда вступил в должность он вакцинировался 1 января когда ему прилюдно кололи в ручку и кололи то что если вакцины не то что же ему кололи разумеется это просто очередная детская или я бы сказал старческая ложь потому что кололи ему реально существующую вакцину которая была разработана и введена кстати уже в ноябре на американский рынок потому и могли ему 1 декабря уже вколоть эту вакцину это нас приводит или позволяет перебрасывать такой мостик в американскую проблематику потому что она по-прежнему идет по нарастающей процессы начатые после 20 января продолжаются и набирают скорость и вот один любопытный момент сегодня я читаю в материалах прессы сообщение о том что буквально позавчера российская телекомпания RT Russia Today Россия сегодня но она весьма хитроумно я бы сказал поменяла название сегодня она уже не называется Russia Today а называется просто RT РТ вот и все расшифровывайте как хотите так вот этой компании было вынесено серьезное предупреждение раньше говорили 150 серьезное предупреждение как у китайцев за то что она передавала речь Трампа на заседании комитета консервативного действия на Флориде передавала ее как сказано в заявлении Ютьюба администрации Ютьюба как сказано в этом серьезном предупреждении за то лишь что это речь была передана слушателям вне контекста что это значит вне контекста там это объяснено буквально в следующем же предложении что контекстуально было бы дать определение его высказыванием как лживым приведенным фактом как неправдивым и несоответствующим действительности вот это означало бы ввести в контекст а передать ее просто живьем просто в прямом эфире является порочащим действием и они могут лишиться лицензии если пару раз повторят такой номер это типично для нынешней ситуации в Соединенных Штатах в сфере массовой информации в сфере не только газет журналов но и электронных средств информации а уж не знаю к какому виду относит себя сейчас YouTube насколько это электронное средство в любом случае YouTube следующим шагом обещает давать такого рода критические комментарии в виде заготовок ну вообще-то говоря идея конечно не новая ее уже разрабатывали Ильф и Петров в заготовке для начинающего российского журналиста тех времен двадцатых начало тридцатых может быть годов где просто даются яркие характеристики различным категориям трудящихся и различным явлениям мира там может быть трудящийся востока там могут быть там какие-то разоблачения империалистов и все прочее уже в виде готовых формулировок нечто 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 вроде такого клише для для пользования вот это и должна делать нынче организация под названием youtube просто давать для справки такие замечания которые можно использовать по любому случае что бы ни говорил президент Трамп можно добавить как всегда он лжет или девяносто девять процентов речи его составлена из перекрученных вывернутых наизнанку фактов было бы гораздо проще и сэкономило бы силы и время этих информационных средств Сергей вступайте да я напомню телефон студии 847 400 500 что касается big tech некоторые штаты начинают так сказать противостоять этому некоторые штаты ну и даже страны некоторые в частности польши что касается европы приняло закон что каждый раз по-моему приняли они уже этот закон что каждый раз когда фейсбук или твиттер там фейсбук там в частности речь идет о фейсбуке чью-то информацию ну применяет цензуру то польское правительство будет эту компанию штрафовать причем на значительные суммы это первое то же самое происходит в некоторых штатах во флориде в частности губернатор рон де сентес сказал что они тоже будут так сказать принимать меры юридического порядка и финансово наказывать на значительные суммы big tech big tech который будет применять цензуру в отношении особенно консервативных людей которые делают посты с консервативной точки зрения поэтому поэтому я думаю это правильное направление ну а что касается я не знаю самым таким событием прошлой недели было заседание вернее СИПЭК конференция консервативных консервативного объединения да так там тоже по моему несколько человек выступали с призывом раздробить эти большие компании поскольку они стали супер мощными то есть денег столько что могут себе позволить так сказать и в какую то сторону склонить результаты выборов купить политиков и так далее то есть это действительно несет угрозу демократии когда такой такой олигархический конгломерат когда олигархи или так сказать миллиардеры вкупе с какой-то политической силой начинают диктовать условия начинают влиять на результаты выборов это неправильно это 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 попахивает банановой республикой только денег больше гораздо Сергей это не просто убивает это уже убило демократию потому что нельзя называть строй при котором вообще возможно такое вмешательство и диктатура в сфере мышления нельзя уже называть полноценной демократией еще один забавный случай произошел тогда же когда происходило это действо во Флориде где высказывались правильные разумеется мысли меня всегда смущает то что обычно они высказываются но никогда не доходит до реального дела или почти никогда эта ситуация не изменится пока не возникнет конкуренция у них и пока эта конкуренция не будет законодательно разрешена дело в том что силы которые стоят сейчас против демократии они же тоже не лыком шиты они понимают что если законодательно правильно оформить закрепить монополию этих средств то очень трудно будет что-то после этого сделать ну вот например как раз тогда когда вы слушали я слушал выступление дональда трампа я видел смотрел на цифры которые приводились под картинкой в разных на разных каналах выступление шло показано было синхронно на разных каналах и видел там цифры цифры были высокие это были миллионные цифры некоторые говорят дело в том что подсчитать все эти каналы вместе чтобы получить представление о числе реальном числе зрителей очень непросто но некоторые говорят что доходило до цифр десятков миллионов и даже может быть до 80 миллионов зрителей смотрящих одновременно это выступление и что же прошло несколько часов и вдруг эти цифры стали исчезать и появились совсем другие и ютубовских каналах вдруг эти цифры были сокращены не в сотни а в тысячи и в десятки тысяч раз там появилась вдруг цифра 1400 просмотров 25 человек никого выступление трампа вроде бы не заинтересовало а еще к утру ютюб в особом сообщении в особом заявлении сообщил его директор глава CEO и по-моему и владелец заодно заявил что youtube ввел новый алгоритм по которому эти цифры не обязаны соответствовать действительности что они пересчитываются этот алгоритм этот в соответствии с правдой действительности эти цифры пересчитывает поэтому не случайно из 80 миллионов можно сделать 1400 и вы ничего не докажете вот такой алгоритм у нас а не хотите не пользуйтесь нами а кем вы собираетесь пользоваться когда никого кроме youtube нет в этой сфере никого нету поэтому я говорю только возникновение конкурентных конкурентных средств если и если уж действительно на что-то сбрасываться то прежде всего на это на возникновение независимой технологически достаточно усовершенствованной вполне не способны конкурировать с этими big tech сети которая бы дала возможность и нам людям которые не согласны с этим направлением высказать свое мнение иначе мы наше мнение не можем реализовать артикулированно мы просто будем замкнуты в своем пузыре мы тоже с этим столкнулись может не в таком объеме но скажем программы которые мы ставим в архив на youtube скажем там несколько десятков тысяч просмотров было потом начинаем пересматривать обнаруживаем что цифры в разы вдруг уменьшились вдруг в разы буквально там скажем из двадцати тысяч они превратились в полторы тысячи то есть вот как это происходит с какой целью это происходит цель ясна как раз цель то ясна как я не техник но я понимаю что когда мне говорят а мы ввели новый алгоритм и он пересчитывает не по факту действительности а по правде которую знаем мы то тогда с этим бороться невозможно ссылаться на факты бессмысленно это как раз факты которые как сказал один из модераторов CNN по-моему это была Коста сказал есть факты их много факты которые не заслуживают верификации они не заслуживают того чтобы чтобы вообще их рассматривать то есть это относится к числу этих фактов youtube следует советам зиц председателя я помню в одной из своих предвыборных речей в запале мистер байден сказал что мы 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 отдаем предпочтение правды правде над фактами ну как то смысл смысл такой случайное то есть для них факты это не правда а вот у них есть своя правда и они предпочитают именно эту правду а не факты разумеется поэтому немудрено когда дискутируешь с его сторонниками и приводишь им факты которые нашли свое подтверждение и так далее и это не производит на них никакого впечатления ровным счетом потому что вот этот лифтизм как как я уже не раз говорил превратился в религию которая не требует ни опровержения не будет доказать доказательства совершенно верно они верят потому что божественная сущность создателя не требует доказательств она есть но там где-то относится к теологии это вполне можно принять это целый мир свой мир который кстати нас не заставляет ничему верить ни одна религия мира не заставляет нас верить у нас большой выбор из разных вероучений а вот это нас заставляет тычет носом как щенка в миску с молоком и говорит а вот только в это вы будете верить это единственная правда которая разрешена иначе вы вступаете в серьезнейший конфликт со всем нашим обществом это не каждый вынесет не каждый посмеет ефим давайте мы сделаем небольшой перерыв пришло время прослушать рекламные объявления после чего вернемся и продолжим абсолютно верно 847 400 500 телефон нашей студии если у вас будут вопросы то пожалуйста звоните но мы продолжаем программу которая называется похищение Европы автор ведущий эфим фиштейн журналист многолетним опытом работы который много лет проработал на радио свободы публиковался на свободе но в общем как выяснилось радио с таким символическим названием не совсем свободно от цензуры скажем так то есть там тоже регулируется хорошо давайте сергей было бы странно если бы как говорится везде цензура а там почему то нет но это не самое главное главное то что как подло звучат звучат в позывных слова о том что мы мы преддаем вам информацию которая не подлежит никакой цензуре тем самым показываем вам пример а когда приходит на редакционный стол ложится моя статья с полным несогласием по отношению к той линии которая сейчас является центровой в соединенных штатах то я получаю ответ вы знаете мы тут посовещались и решили что это неправильный взгляд я говорю как же рубрика же называется мнение а вы знаете есть мнение а есть передергивание есть домыслы и вот у вас домыслы а не мнение как правильно понимаете поставлена работа то есть мнение то мы публикуем по принципу который являлся центровым принципом социалистического реализма и вы еще должны помнить сергей этот принцип это был принцип который сводился к одной мысли социализм социалистический реализм это борьба хорошего с еще лучшим поэтому разумеется если вы предложите еще более позитивные оценки деятельности байдена то конечно это будет сочтено мнением а если вы считаете что это я извиняюсь за слова но из песни слов не выбросить а это из песни а если вы говорите что это унылое дерьмо то вам говорят а это уже домысл а не мнение вот так ну да ну да и кстати расовая карта разыгрывается по такому же принципу если ваше мнение совпадает с мнением партии то какого бы цвета кожи вы не были вы нормальный хороший человек а если оно не совпадает то вы расист вы безусловно расист не важно вы афроамериканец вы азиат или европеец вы расист разумеется кстати вот эта расовая карта скажите мне если я не прав по моему нет стопроцентно стопроцентно правы сергей еще по поводу расовых вот этих расового безумия то что сейчас происходит в соединенных штатах америки мало того что с тех пор как было отменено рабство страна проделала колоссальный путь и так сказать и белые американцы искупая свою вину придумывали всевозможные программы одна из них самая известная так affirmative action когда цветному населению отдается предпочтение при устройстве на работу при поступлении в вузы и так далее когда для них создаются специальные программы там скажем для женщин афроамерикан вдруг выпускают какая-то программа которая помогает бизнесом начинаешь выяснять оказывается это для очень узкой группы людей это во-первых должны быть афроамериканцы во-вторых должны быть женщины вот только для них специальная программа есть и тогда вот таких программ сотни то есть казалось бы но уже все нет на этом не успокоились начали всерьез говорить сначала потом писать а потом уже и за слушаю устраивать слушание по законопроекту о репарациях значит да я знаю причем сейчас одним из авторов или во всяком случае продвигатели этого закона является барак обама это это самое комичное во всей этой истории он сам не имеет вообще никакое отношение никакого отношения к рабству к рабству да к вине на потомственной родовой вине белого населения он не имеет никакого отношения по матери он происходит из рабовладельцев а по отцу из нормальных африканцев которые в америке вообще не жили а всего лишь учились какое-то время весьма короткое так что он никаким боком не подходит только одним боком подходит цвет кожи это типичный расизм когда цвет кожи становится главным определяющим фактором вашего социального положения как сейчас шутят но весьма грустно шутят вы недостаточно темнокож господин чтобы вообще иметь какие-то права только так абсолютно верно и действительно я всегда говорил что больше расистов чем демократы найти невозможно потому что последние годы все крутится вокруг цвета кожи это ли не расовый подход вообще к жизни к тому что происходит безусловно если бы о расизме все забыли до Барака Обама просто эта тема ее уже не существовало и вдруг ее начинают муссировать будировать педалировать и она выплывает на первый план а последнее время еще более острое я понимаю почему потому что скажем во время избирательных выборов 2016 года значительная часть так называемых меньшинств примкнула к республиканской партии что вызвало панику в рядах неофашистов в рядах демократов абсолютную панику и поэтому они с такой истерикой начали еще больше об этом толдычить твердить и мало того им удалось путем пропаганды путем внедрения в школы этой мысли превратить значительную часть белой молодежи в абсолютных зомби в абсолютных зомби свято верящих в то что они эти белые так сказать не знавшие ни нужды ничего не знавшие жизни не познавшие ни тягот жизни ни ее радости вдруг почувствовали что их родители абсолютные расисты и они вот теперь искупают вину и если вы посмотрите на эти марши протестов так называемые организации марксистской организации чего не скрывают собственно основатели этой организации они прямо заявляют что мы марксисты и вот наша цель это вот воплотить идеи маркса в жизнь так вот нередко в этих шабашах в этих демонстрациях можно увидеть подавляющее большинство а иногда исключительно белых дебилов молодых абсолютные дебилы ну хотя бы в этом направлении вот в отношении социальной политики абсолютные дебилы идиоты полезные идиоты как их называли время и порой там нет среди них ни одного афроамериканца они борются за справедливость афроамериканцев они в общем это вот буквально 20 лет назад если бы кто-нибудь сказал что вот такое может произойти решили бы что человек сумасшедший а мы сейчас живем в этом сумасшедшем мире и значительная часть населения воспринимает это как норму но я понимаю про с промытыми мозгами там восемнадцати девятнадцати двадцатилетняя молодежь которая до тридцати которые которых изо дня в день пичкали этой пропагандой они ничего не понимают но я удивляюсь на людей взрослых которым уже по пятьдесят лет и которые по пятьдесят ну меньше чем чем кстати чем чем взрослее тем вот эта прослойка идиотов становится все тоньше потому что все таки люди несомненно несомненно но учтите что и те кому сейчас пятьдесят или за пятьдесят они уже успели подвергнуться промывке мозгов это ведь процесс университетский или или путем образования в средней школе достигается давайте так давайте называть вещи своими именами это не образование это индоктринация потому что если вы посмотрите если вы посмотрите на успехи американских школьников и студентов сравнивая с другими странами то мы где-то в третьей десятке находимся при том что на каждого студента тратится несопоставимо больше денег чем на каждого студента в любой другой стране а результат получается настолько плачевным зато из них выходят вот такие активисты полезные идиоты то есть на самом деле школа занимается не образованием а индоктринацией разумеется так учтите что они потому и возмущены что чувствуют себя обиженными почему какие-нибудь индийцы приезжают образованными а мы такие хотелось чуть было не сказать неприличное нецензурное слово мы такие дебилы короче говоря то есть их дебилизм их их же и обижает почему все в мире умные а мы дебилы да вот потому то что сварили то и жрите понимаете это дебилами вырастите и останетесь ваш единственный шанс это смешаться как можно скорее объявить себя афроамериканцами и пожинать вот всю эту прелесть все эти подачки которые вам будут давать ну кстати говоря я не очень верю и в эти подачки потому что там где это происходит процесс одержания по братьям стругацких там очень быстро соединенные штаты превращаются в венесуэлу а разве венесуэлу она может разве кому-то что-то дать кроме мадуро это процесс односторонний он запущен в америке как он запущен почему если у него авторы или это самоспад или это стихийное явление здесь я не хочу даже мудрствовать по поводу подачек вы справедливо заметили когда линдону джонсону удалось протолкнуть закон по борьбе с бедностью он цинично не скрывает цинизма заявил но теперь негры будут ближайшие двести лет голосовать за нас более двадцати триллионов долларов было потрачено на борьбу с бедностью и что и где результат ну если если брать но уже и кстати благодаря изобретательности обамы сейчас другая тенденция в ходу негры и другие меньшинства по цвету кожи по происхождению они быстро вводятся если хотите в класс собственников налогоплательщиков и быстро перенимают ментальность налогоплательщиков именно поэтому доля афроамериканцев и других меньшинств и других растет среди избирателей республиканцев быстро растет потому что ментальность собственников и налогоплательщиков их переводит из класса попрошаек вечных в класс держателей этого капитала в класс работников в класс людей труда так вот обама со свойственной ему злоумышленной гениальностью придумал панацею от всех этих бед он придумал что если все время вводить в процесс избирательные новые и новые категории попрошаек всякого рода новые и новые категории так называемые защищенные группы новые и новые группы которые нуждаются в защите он начал это с окраин чикаго потом понял что за рубежом всегда найдутся обездоленные если открыть двери пошире то можно из этих отдать и дать им при этом быстро статус гражданина избирательное право и прочее то еще какое-то время и долгое время можно будет побеждать на выборах путем такого голосования когда голосует когда президент американский а голосует за него весь мир практически то есть но здесь надо сказать что спасет от этого опять же та же нищета тоже превращение богатой страны в венесуэлу которая на первых порах будет помогать куба может быть китай на вторых порах они сами потеряют всякие свои трудовые навыки и превратятся в нищего и попрошайку этого мира ну на самом деле не обама придумал заменить американского избирателя на какого-то другого обама акселер акселерировал это это да он ускорил этот процесс что называется как на стероидах на самом деле свое начало это берет от законопроекта который протолкнул тед кеннеди в 1965 году когда изменилась иммиграционная политика то есть закрылись двери для европейских иммигрантов и открылись двери для банановых республик вот закон 65 года изменил иммиграционную политику они понимали что идеи которыми они пытаются хотя в то время идеи не были такими радикальными потому что то что происходит сегодня я думаю что не могло прийти в голову политикам демократам того времени они бы наверное они наверное сейчас в гробу крутятся но и хотя идеи не были такими радикальными но все равно они не нашли не находили такой широкой поддержки в американском обществе поэтому они решили для себя что если заменить традиционного американского избирателя на скажем выходцы из Кении или из Сирии или из Ирака или из Латинской Америки это будет совершенно другое дело и вот с тех пор эта политика осуществлялась но то что происходит в последнее время это просто уму непостижимо просто уму непостижимо с первых же дней вы посмотрите с первых дней прихода здесь председателя в белый дом он издает свои указы которые направлены мало того что на разрушение экономики на разрушение Америки на снижение уровня жизни американцев на на лишение американцев рабочих мест он еще открывает границу он запретил достроить там миллионы долларов потрачены на создание этого металлического забора колоссального лежат конструкции оплаченные уже и он остановил это строительство хотя все специалисты все так сказать службы которые задействованы на границе говорят о том что это эффективно ну и в эффективности заборов а теперь не сомневаются политики эти самые которые говорят что говорили что забор не работает построили вокруг своего прибежища в Вашингтоне колоссальный забор окружили себя колючей проволокой отгородились от своих избирателей боятся их и нагнетают атмосферу держат военных которые кстати держат унизительно ну вы помните эти кадры когда военных расположили на ночлег в одном из гаражей подземных а сейчас идут сообщения о том что их кормят плохо протухшие пищи отравление есть а иногда пищи просто не хватает то есть я боюсь что я сейчас перейду на мат говоря об этих с позволения сказать политиках которые используют военные нельзя но вы по-прежнему живете в системе координат которые уже не действуют вы пытаетесь парировать факты фактами пытаетесь каким-то точным словом изменить содержание происходящего ничего из этого не получается они понимают только язык силы и я скорее удивляюсь этим военным которые жрут гнилую они что в них нет даже той чести которая была на крейсере потемкин или очаков они что те тоже жрали гнилую пищу но все таки взыграла ретивая а эти будут чего ждать пока их родители будут загнаны в угол в провинциальных городках ну ладно это другой вопрос и вопрос конечно не к вам но просто иначе иначе всех загонят в угол человек существо слабое у него действует рефлекс даже инстинкт последнего вагона он вскакивает когда ему кажется что вся цивилизация несется в этом направлении он пытается вскочить в последний вагон чтобы не остаться одним позади и так сдаются один за другим постепенно но не хочу быть пессимистом хочу найти какую-то ободряющую оптимистическую ноту на которой можно будет закончить наш рассказ все таки я повторяю орвел многое додумал придумал замечательно но одного он не учел то есть можно изменить мышление человека и доказать ему что ночь это день что ночью все прекрасно видно можно работать но нельзя заставить глаза видеть в темноте физиология здесь не позволяет довести гениальную мысль до конца не будут глаза видеть в темноте не будут эти жрущие отпадки жрущие эти отходы люди так долго позволят кому-то издеваться над собой я уверен что рано или поздно это терпение кончится вот это и есть источник моего оптимизма мы на нашей родине семьдесят лет терпели семьдесят лет терпели да и еще я не просто так называю их неофашистами потому что там есть все признаки желание контролировать ну начиная от производства и заканчивая частной жизнью там дозировкой какую бал какой стакан ты можешь выпить лимонад какой не можешь выпить лимонад а теперь уже и оказывается и книги ну то есть если фашисты сжигали книги буквально хотя и это имеет место быть в нашей стране они теперь просто запрещают книги запрещают фильмы они увольняют так сказать диссидентов с работы вот вам пожалуйста все признаки разумеется это все признаки 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 того светлого будущего которое Олдес Хаксли назвал новым дивным миром который сейчас наступил наконец-то но я повторяю они обычно так стремительно проявляют свое нутро свою сущность а сущность деструктивная это сущность несозидательная если бы они умели что-то созидать и я надеюсь что это будет быстрее чем в Советском Союзе хотя я знаю умение умение обставлять так чтобы никакие выборы уже нельзя было выиграть оно велико закон который предлагают демократы HR1 он как раз и предусматривает вот ту ситуацию когда республиканцам выиграть выборы будет невозможно потому что все те недостатки которые позволяют сфальсифицировать выборы которые еще были указаны в докладе Картера Бейкера в 2006 году вот все что они указали в этом докладе все это вошло в закон они теперь хотят как бы легализовать все возможные нарушения которые открывают широкие ворота для фальсификации в этом законе все это есть они хотят на федеральном уровне запретить использование айди при голосовании то есть конституции однозначно написано что голосовать имеет право только исключительно гражданин США но чтобы проверить этот человек должен подтвердить свою личность что он является гражданином так вот в этом законе они хотят запретить на федеральном уровне вообще чтобы никто не заикался даже об этом все голосование разрешить по почте никаких сверок подписей не должно быть никакого то есть всевозможные приемы для фальсификации они хотят узаконить в этом законе и это ну это радует демократов это радует демократов разумеется разумеется повторяю перестроить натуру перестроить сущность человеческой натуры не так просто как им кажется они очень быстро столкнутся с лимитами с ограничениями я уверен что после этого начнется внутри этого лагеря начнется дикий раздрай ну хотелось бы дожить как говорится надеюсь что в следующий раз тема нашего разговора будет более оптимистичной я думаю что подойдут и новости из Европы какие то которые можно будет обсудить спасибо вам огромное и до встречи в следующий раз до встречи всего доброго до встречи до встречи до встречи до встречи